итак сегодня мы находимся в казахстане будем готовить российский продукт который был произведен во вьетнаме и будем мы сегодня готовить осьминога которого приобрели по моему уже месяц назад вот мы его уже разморозили в тем способом которым должны были то есть 24 часа холодильнике и я вам скажу побочный эффект этого продукта то что такой специфический запах начинается распространяться по всему холодильнику поэтому нужно быть к этому готовыми данном случае у нас осьминог чищеный мы посмотрели там кучу видео и узнали что у них есть клюв также есть глаза и там еще что-то нужно вычищать из них сейчас посмотрим на наши очищенные осьминоги все ли у них в порядке так как они выглядят вот такие осьминожки так что у них внутри ну в общем мы их сейчас промоем и потом будем варить один час так мы набрали холодной воды чтобы промыть почистить осьминога для этого вот мы головной мешочек выворачиваем наизнанку я вам скажу зрелище конечно не из приятных и вот там внутри несмотря на то что написано что они еще не да вот есть какие-то бяки которые нужно очистить как они называются не знаю вот в головном мешочке вот а содержимого и у них есть еще клюв на голове сначала все очистим потом посмотрим мне вот каждый раз думал какие люди жестокие животные убить не сели там еще клюв наверное очищен вот вот они на я поэтому и пишут очищенные но остальное все сами на всякий случай лучше пройтись несмотря на то что они очищены глазки уже вырезаны и себя готовите итак мы решили их промыть прочистить и потом нам нужно будет их отварить в течение часа для того чтобы дальше готовить блюдо мы решили пожарить на пожарим вообще вареные осьминожки уже можно кушать там приправить немного их маслом зелени а также это может быть основой для какого-то блюда как в нашем случае сейчас мы готовим основу ну похоже что везде очищен наверно но мы все проверяем первый раз я узнал что у них есть клюв или зуб называют и это же настолько простудировали информация в ю тубе так что кому что непонятно мы купили килограмм осьминожек вот такие немаленькие в четыре с половиной тысячи тенге на осьминожки маленькие плюс они еще были заморожены как там пишется в глазури все оттаивает и получается на 30 процентов меньше примерно может я ошибаюсь в общем идет долгий процесс почистим сюда промоем и потом покажем как закинули кастрюлю в общем ребята как и в случае с мидиями это очень специфическое блюдо для непривыкшего глаза для непривыкшего носа все это не очень приятно выглядит эстетически и очень долгий сложный процесс очистки осьминогов у них как оказалось все равно есть клюв который нужно вычищать потом есть глаза и все это вместе с запахом с этим вырыванием глаз у осьминога такой очень не очень приятный процесс поэтому если у вас слабый желудок то лучше не стоит ну на данном этапе я могу с уверенностью сказать что осьминогов мы больше покупать не будем начиная с того что очень если нам понравится как вкусно то мы готовых я готовую до только готов но вот сам процесс он такой в принципе это первый раз поэтому наверно долго а так когда уже приловчишься наверно будет быстро еще пишут чищенные но вот смотрите не все осьминоги вот надо проверять обязательно здесь вот выходит вот сам клюв вот как раз вот видно вот его надо убирать и глаза покажи не вышел до конца вот глаза вот такие вот их тоже надо глаза приходится вырывать вырезать или вырывать кому как удобно в общем вот так килограмм килограмм осьминожек мы почистили примерно за полчаса вдвоем вот все что осталось от килограмм но мы то что мы купили за килограмм да в общем вот такие потом остаются отходы да это очищенные несмотря на то что они очищены поэтому готовите для себя если вы вдруг захотите приготовить это блюдо что я вообще в чем сомневаюсь то обязательно чистите сами пахнут они конечно морем но никогда море не пахло для меня настолько противно как сегодня в общем если у вас слабый желудок это не для вас точно итак мы промыли осьминогов поставили воду кастрюлю на газ на чистку осьминогов ушел ровно час потому что после меня потом пришлось еще перечищать кастрюль как и кипит и мы туда добавим лаврушку и черный перец не будем опускать потихоньку осьминожек наших маленьких как правильно говорят будем их пугать чтобы они были такими красивенькими вот они заворачиваются щупальца и вот это жесть и вот так вот и теперь каждого осьминожка так нужно делать чтобы было красивенько хорошо что они мягкие а то живыми же тоже едят на тарелке стероем сои подают в японии они сидят прямо не ползают по столу да это чересчур мне кажется так ну мы выяснили для себя что процесс приготовления осьминожек долгие теперь модерны и не очень приятны и так надо будет погружать всех осьминожек и варить около часа ну где-нибудь на улице я наверное не рискну купить осминога съесть его потому что теперь я знаю насколько кропотливо нужно его вычищать для того чтобы прямо все лишнее оттуда выговорить и не думаю что так добросовестно и почти отлично причем там сколько их там десятками килограмм наверно ежедневно пропускает и это не для меня чисто так ради эксперимента попробовать у них тоже голубоватая вода становится морская вот у этого у мидии вода голубая стала из-за первого утра потом внутри видела видела никакие синие фиолетовые в общем процесс варки тоже непростой это каждую нужно вот так вымачивать чтобы было красиво на блюде потом когда сварится мы покажем вот пугается осьминожек красиво чтоб стояла лежала у нас на блюдах после вот этих ныряния купаний покажем что дальше получилось я решила делать это две руки чтобы быстрее было уже приловчилась вот так вот сочетание лаврового перца и душистого перца пахнет так кто-то оказывается вот бульон от осьминогов еще делает супом кушает но мы не будем рисковать я думаю нам осьминожек хватит попробовать вот сейчас появился какой-то ресторанный запах по крайней мере немного напоминает уличную еду в тайване уже нет таких резко неприятных запахов как были вначале при разморозке надеюсь в этот раз нам не будет так плохо как после да я тоже так надеюсь мясо очень поймается она кстати сказали что это блюдо очень полезно для мужчин в это говорят корейцы а у корейцев как известно все блюда не там помешаны это для того чтобы для того чтобы это вот все блюда у них для этого сам придется впечатление что у них проблема с этим но судя по тому как они размножились по планете думаю все в порядке поэтому все ездят для того чтобы все прошел час осьминожки сварились эти какие красивые получились мы решили их вытащить чтобы они остыли и приготовить все что нам нужно для того чтобы пожарить из одного килограмма сколько всего чуть-чуть и такие немаленькие малюсенькие стали смотри зато какие красивенькие да как звезды розовые сколько жизни лишили кто о чем и дальше будем жарить да будем жарить я думаю целыми не будем резать и не смотри какие маленькие получились поэтому для просто сейчас приготовим все что нужно для жарки осьминогов и потом дальше покажем как у нас все это получится я просто в шоке с одного килограмма сколько вышло тут буквально одна моя горсть вот моя рука видите как мало целый килограмм тут грамм наверно 200 вышло осьминогов поэтому есть просто осьминоги это дороговато поэтому нужно их как-то с чем-то до разбавить приготовить чем мы сейчас и займемся накалили сковородку добавляем болгарский перец предварительно немножечко обжариваем теперь добавляем осьминоги которые мы до этого сварили даже лапки некоторые по отломались до того как хорошо сварился голову обжариваем жаривать нужно чуть-чуть буквально две минутки потому что он уже вареный у нас готовый добавляем по вкусу зеленый лук чеснок немножечко обжариваем и завершение в конце добавляем немножко красного перца и черного перца все это хорошенько размешиваем еще минуточку обжариваем среднем огне смотрите-ка какие они красивые получаются свет и мешочки пальцы отрублены это не мешочки а головы осьминожек чуть-чуть переварился запах специи да слава богу прошел этот специфический запах и как я смотрю получается всего лишь там я думаю максимум на два блюда на две порции на две порции больше на всего тут грамм 250 наверное осталось очень долго дорого и непонятен результат будем надеяться что это целого того ну хотя бы рожили попробуем все вот тут восьминожки готовы теперь мы будем перекладывать аккуратненько тарелочку так вот красивенько и набираем рис и так сегодня пожалуй самое долгое блюдо которое у нас готовилось готовилась она готовилась есть килограмма превратилась 250 грамм наверное от силы маленький осьминожки сколько часов ушло на готовку почистили у нас час ушел варился час и пожарили минут пять ну в общем три часа пока пока очистили поэтому три часа где-то ну давай камень пробуй слава богу камень не видел процесса приготовления вот это ну как он не нравится что кислорода почему слава богу ну потом посмотришь как они готовились кушай нибудь а сам уже не нравится не нравится не вкусно не вкусно и сухие вкусные как будто резина что ли или чё вот все говорят как резина давайте попробуем вот этот микрофончик перед этим да и так слышно все хорошо нет не резина все очень даже так живется просто оказывается соли мало просто я замечание же там слышала что у них они сами по себе соленые поэтому соль не добавляла при варке оказывается нужно но сейчас мы это исправим мы добавим немножко сои вот сои и можно будет чуть-чуть посыпать экстра солью и все теперь перемешаем аккуратненько все теперь я думаю у нас не будет пересоленая а вкусная будешь подожди очень даже нормально получилось подожди давай перейти просто первый раз кажется как будто бы ну да действительно мало вкуса можно еще добавить лимонного сока сейчас мы добавим лайма у нас есть готовый бутылочки уже приготовлены сейчас я перемешиваю минуточку в общем ребята я бы честно говоря второй раз не купил бы во первых это очень дорого ну смотря у кого какой карман конечно для меня это дорого лучше бы я купил полтора килограмма говядины мякоти и сварили бы но один раз можно в жизни попробовать чуть-чуть вот сюда попробую итак все это блюдо все вместе нам обошлось примерно пять да пять тысяч примерно пять тысяч да но слишком мало получилось так сейчас я еще раз хорошенько сои может быть и хорошо ну так очень даже ничего вкусно вкусно добавила сои и кислого сока лайма очень вкусно дайте я попробую сейчас кушать можно а так она действительно безвкусная но не резина жуется очень даже хорошо мягко запивать нужно это вино или другими напитками покрепче но в нашем случае это обыкновенная вода охлажденная холодильник сейчас еще раз попробую давай пробуй вкусно джамаль пойдем попробуй возьми вилку сам попробуй это хорошенько в сои действительно соли мало оказывается не нужно слушать что у них своя соль типа будет соленая ну ладно поехали нормально как обычный кальмарчик просто вкус ну я бы сказал что ничего такого сверхъестественного да нет такого ничего я бы с тем же успехом мог бы поесть жареные рыбки вкусно так да прикольно как деликатес однажды можно попробовать какой получается и то даже если самому не готовить только так но если сам не будешь готовить тогда ты не будешь знать как его приготовили насколько его добросовестно почистили а так все достаточно мягко поэтому мой вердикт ну можно попробовать ну только лишь попробовать но это на мой взгляд кто-то может быть любит если бесконечно и ваше луково упало кто-то придёт угу все ну я бы допустим из десяти поставила бы этому блюду то есть именно осьминогу пять то есть может быть можно и вкуснее готовить я не знаю или как он выглядит ну с непривычки просто нормально как белое мясо, да, как бы такое безвкусное, но если добавить специи, то это мясо осьминогов может сочетаться с любыми ингредиентами, мне кажется. Каким ты хочешь сделать, таким можно и сделать его. Камиль пришел на второй заход, попробуй. Попробуй. Солью вкусненько. Хочу чуть-чуть. Да, возьми вот. Вот это возьми, попробуй головка эта маленькая. Голова? Да, голова осьминога это. Попробуй. Попробуй. Ну как? Не очень. Вторая попытка тоже не пойдет. Не понравилось. Точно. Винка упала. Представляете, правда, надо отцепить. Оооо. Да. Так. Ну а я, пожалуй, попробую еще раз. В принципе, неплохо, вкусно. Мидии вообще были ужасными. Дети есть? Зачем? Детский садик. А прикидывается. Время, мудка есть. Ну, как? О, боже. Если бы я не знал, сколько это стоит, и как это готовится, я бы сказал, да, классно. Можно покушать. Можно, конечно, это не так прям отравляющие, что-то специфически вкусно. У мидии есть вкус специфический. Да, вот мидии мне вообще не понравилось. Их можно есть запеченными в сыре. Там так не явно вкусно идти. А так осьминоги попроще. Это как белое мясо, безвкусное просто. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и дизлайки. Всем здоровья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok